Парламентария. Также состоится итоговое рассмотрение проекта налогового кодекса. После окончательного принятия документа в налоговую можно будет обращаться не по прописке, а в любой удобный офис. Упростится администрирование налогов, изменили и подходы к начислению пени. В Минске сегодня состоится заседание контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Последняя встреча в уходящем году пройдет на фоне сохраняющейся напряженности на линии соприкосновения в Донбассе и в украинско-российских отношениях. В преддверии праздников стороны постараются принять любые меры по нормализации ситуации в сфере безопасности в регионе. Ожидается, что будет подписан договор о новом перемирии. Кроме того, участники контактной группы рассмотрят вопрос обмена пленными. Православная Церковь почитает сегодня память одного из самых любимых святых Николая Угодника или Николая Чудотворца. Архиепископ Мирликийских прославился своими поступками и самоотверженным служением Богу. Силой молитвы совершал многочисленные чудеса. В народе этот день известен как Николай Зимний. По преданию с этого дня наступают суровые морозы, леденеют реки и озера. За любовь к детям современники прозвали Николая Чудотворца православным Дедом Морозом.